приветствую приветствую всех а у меня сегодня работенка интересная вы не представляете насколько короче устанавливают этот вентилятор в fireplace под под fireplace ставится но для того чтобы установить это дело сейчас покажу что там надо сделать инструкция надо будет провести провода у меня есть коробка вот она коробка вот она она есть термо switch temperature sensor switch есть регулятор скорости вращения есть вентиляторы есть вот эта коробка вижу в увеличенном масштабе все показано не надо подключить 110 или 120 вольт ну как 120 вольт напряжение дать эта коробка монтируется вот туда сейчас я подсвечу вон туда намонтируется он там дырка вот это вот вот это одна одно ухо залазит он в тусель а другое ухо вот здесь шуруп вот он прикручивается за этот шуруп все и она будет там стоять и вот здесь написано фэн вентилятор а сам вентилятор будет стоять и здесь и дуть вверх нифига не видно там будет стоять здесь полу я там не знаю тоже прикручивается как приключена и будет дуть вверх и сенсор где-то тут тоже к потолку крепится чтобы определять температуру вот это вот горелки камера камера сгорания и включать и выключать когда надо и все это тепло короче будет газ горит на газу все это дело тоже там power пайлот все это загорается автоматически работает когда включена на маленьком напряжении вот он про специально маленького напряжения идет лобал . был и когда температура достигает определенного этом градуса он включает в фэн и вся эта внутренняя к бы ботва здесь щели начинают выдувать то есть греет ваше помещение и здесь тоже вверху тоже как радиаторные дырки есть на решетки будут декоративные охоже все с ним все сделал давайте объясню что здесь продолжая я снял слайп декоративный камень натуральный камень уголок здесь треснул маленько но это внутренний слой а вот там силиконом подмажу и это все снял вы видите уже отрезал кусок драйвола здесь у меня вот на розетку вы видите да по центру экрана сейчас я эту розетку вынимаю и пытаюсь протащить кабель сюда здесь у меня тубай форы стоят сплошняком везде там еще 3 тубай фору вижу надеюсь сейчас дрелью долбану туда куда-нибудь куда-нибудь до вылезу сначала я проверю там выключать розетку сниму посмотрю там все свободно не свободно потому что с той стороны дома я был на улице там сюда в районе этого окна входит газовая труба она видимо входит у кого-то вниз наверно в подвал уходит или здесь бетонный пол наверно в бетон куда-нибудь уходит труба или по снегу он идет дальше чтобы не трубу не просверлить и потом надеюсь у меня все благополучно получится я проведу кабель здесь естественно я сделаю где даже не надо начать делать то что здесь уже полный час драйвов я восстанавливать не буду то что лист камни закрывает все это дело из кабель туда поют внутрь в бокс и на питание потом эти все провода регуляторы подключу все сделаю оставайтесь на связи я буду это делать показывать потихоньку как что да как куда у меня сегодня помощник есть покажу его вам и долги будешь помогать мне сегодня до волосатый друг хороший пёс сегодня со мной играет такой радостный был утром бегал прыгал скакал что к нему гости пришли да правда после него мне все вещи стирать придется всего всего все волосами меня заделал меняет меняет бегал про вообще как как зверюга еще надо работаем напряжение я уже включил то есть там уже нет нагрузки меня поэтому я вот протащил кабель чтобы лампочка здесь горела рядышка сейчас мы его боксик извлекем отверточками я редко вытаскиваете баксы потому что крутить вертеть это все дело у нас эти боксы ставятся когда построены да когда строят и они прибивают гвоздями к деревянным стойкам стойка у меня находится вот здесь я его уже нашел сейчас я принесу а может быть и принесу инструменте делаем так как бы щель чтобы полотно по металлу залезло в чем у нас есть сюрприз с этими выключателями у них есть быстрое соединение до соединения проводов на собачках просто дырочки сюда просто вставляется и все их не вытащить их вытаскивать надо маленькую очень тоненькую отверточку как бы размыкать и вставлять освобождать и зубы и нам это придется делать потому что нам надо полностью вытаскивать коробку выкидывать ее мы будем ее менять потому что я уже не в состоянии закрутить я уже не состоянии закрутить туда ну залить гвозди короче земляной шурупик упал у меня сейчас я пронесу маленькую отверточку и вытащу провода освобожить нашел другую поменьше попробуем что получится да вот видите освободился провод эти коннекшен к высоединению очень интересно и хорошо быстрыми подключаешь вообще классно без всяких там отверток без ничего но если вы работаете то надо собой неподалеку иметь такую маленькую тоненькую плоскую отвертку чтобы без проблем вытаскивать идет вот они видите отверстие куда просто про вставляется ему там закусывается теперь у меня здесь еще скрутка земляная моя плоскогубцы не принес так дайте мне сначала я уронил шурупик в сель который землю прикручивает к выключателю мне надо его не потерять потому что здесь все должно быть заземлено тем более вот эта земля пойдет туда под камин а камин весь металлический не дай бог там чего закоротить там провода перегорят там начнут плавиться что потом ко мне не было вопросов все на месте сейчас я не приготовился конечно с инструментом у меня здесь только было все для демонтажа сейчас я откушу их не будем мы сейчас откусили все так там наверно не видно нифига да давайте вот сюда поставлю подойдем поближе ну вот так вот давать все провода я размотал да все маленько подпринять чтобы они тут этими всякими своими зигзагами не цеплялись как там через отверстия будут проходить пытаемся вытащить эту коробку аккуратненько отсюда извлекаем бывали случаи что я ее провода вытаскивала коробку просто внутрь с тем не закидывал она там оставалась потому что здесь еще есть наверху такие маленькие зубчики они потом стенку портят когда вытаскиваешь как раз сейчас это не происходит там гвоздь стоит тут в этом месте и люди два ухо чтобы гость никуда не делся и когда вы ее представляете вы гвоздь вбиваете вот сюда вот и это ухо сейчас за гипсокартон цепляется что не есть хорошо если я потяну то я сломаю я сломаю гипсокартон мне еще не хватало здесь этого ремонта на гипсокартоне маленький подзасов вводим и вот так вот под углом вырезаем вот это место что провода не хотят вылазить спокойно из нее хотя вроде никаких собачек не видно там давайте попробуем первым вытащить вниз все пробка и сотки на как я показывал видно гвоздь два уха я его здесь от пилил все а так они вот сюда приставили молотком ударили гвоздь забился коробка на месте идет в помойку два провода сюда здесь у нас минеральная вата инсулейшн проверяем что у нас там дальше где я буду сверлиться вроде как ничего такого не вижу не ощущаю возьмем отверточку чтобы нам подальше посмотреть пощупать насколько можем то есть на всю глубину моей кисти да вот я не ощущаю ничего то есть эту байфор и да вот я даже ощущаю вибрацию я руку сейчас держу от левую да я ощущал вибрацию как я ударил отверткой то есть если рука была здесь вот то отвертка была вот здесь где то то есть я сейчас проковыриваю здесь зырку покажу вам проковыриваю дырку туда за декоративным бордом ментал называется ментал и свободно должен протянуть пробовать туда сейчас мы это выясним это осталось нам недолго так а чем дрелью возьмем дрель я не хочу там ковыряться хотя можно нажим ножовочкой все как я и говорил как я и предполагал идет сквозная дырка через гипсокартон сплошником туда я сейчас принесу провод протащила сюда запилюсь и здесь сейчас я сразу запилю скажете зачем запилил за это потому что не вот тут от дырка внизу там не надо про сделать крючком туда засунуть как бы и попасть в дырку мусор уберу потому что здесь на этом камне он втирается очень сильно втирается и потом от него не избавиться пойдет придется потом этот камень такой секрет открываю для вас протереть его и с wd4 она промывает очень хорошо все это магнитную пыль убирает и наводит лоск а потом добавить фори испаряется ничего нет сейчас я принесу кабель вот кабель принес так пробуем надеюсь проблем с изолейши не будет все нормально все провод мы продели с вами сейчас мне надо отмерить что-то провода не надо точно чтоб попасть в то место куда мне надо для отрезать это всегда с запасом пусть он валяется в стене не отрезать этом потом засунули в стенку пусть он там пасти не находится а то потом не один раз казали расчеты до 30 сантиметров лишнего кабеля отрезал и бросил его внутри я потому провод укоротил основной и выкинул мне сказали вот провод выкину лишнего отрезов с тех пор я отрезаю как не надо все равно запасом с хорошим запасом да но не отрезаю чтобы его там сделать нормальный размер не нормально в четкий размер отрезает так не отрезаю а зачищаю как не надо остатки кабеля за засовываю стену и бросаем это никто об этом не знает никто это не видит и никаких вопросов вообще на хрен не задается все показывал смотрите продел без таких либо геморроев да вон там это сидел видно боком конечно да ну все я буду подключать монтажную эту коробку которая нам предоставилась компанией-производителем вот в этой области будем работать да так камень мы не хотим не хотим покорябать и даже дали вам два ваернаться ну не знаю надо ему подключать вторую вилку здесь две вилки рим какой-то если время не знаю можно инструкцию посмотреть ничего вентилятор раз вот как бы разомкнутый идет сюда проходит все эти датчики выключатели регуляторе возвращается сюда и только потом попадает на розетку то есть такая сложная судьба у этого кабеля беленький идет сюда сейчас это быстренько замутим ваернация очень удобно никогда не пользовался в россии там металлическая спираль такая пружинистая стоит два провода соединил при по часовой стрелке закрутил вообще классно держит здесь никто не использует изоленту на тут открываешь ему раз видимо любили новенькие новички в этом деле они ваернация используют и еще сверху изоленты нам готов чтобы он не скрутился как будто бы здесь это провода закрутил соединил вместе скрутил и а там такая вибрация что эти ваернации откручиваются пугливые какие-то сейчас мы это дело зачистим и мы пойдем вперед вообще было изначально предположение что нам придется вообще все разбирать здесь я даже с улицы пытался там проверять куда что залезть оказалось все намного ну не намного проще ну не я не ду намного проще но не настолько чтобы прям совсем просто если вы этого нихера не знаете вы это никогда не сделаете сейчас мы их скрутим вместе все их главное вместе сопоставить все в кучу сопоставить начать небольшую как бы спиральку скручивающую до чтобы контакты были а уже войнат когда вы затянете он уже все внутри да что ты лезешь ко мне он уже все внутри скрутит лучше чем плоскогубцами вы скрутите главное все вместе сопоставить все в кучу сопоставить и пошло дело все я уже чувствую что я начинаю их скручивать вместе вот прям себе стянул их видно что они скручены спиральку эти плоскогубцами не понадобились здесь два проводка но я скручу чтобы не разволосились все сопоставляю вместе и не давите внутрь а пусть гайка сама накрутка идет сама по резьбе все вот я скрутил видно куда же здесь землю то выводить не скажите пожалуйста провод земли у меня есть сюда что ли наверно сюда да блин гайку сделаем заземляем коробку землю обязательно ставим не дай бог чего здесь все металл здесь дети ползают играют зажигают газ взрослые постоянно есть сюрпризов может быть много и они не нужны трагические сюрпризы ставим не не забываем землю подключить там так заправляем провода сюда внутрь там шубик который я вот он открутился теперь пытаемся его возвращаем провод назад вставляем это дело частный я бы что неудобно одно крылышко эту коробку вставляем все она специально предназначена для этого дела и и наши дырочки как всегда не совпадают сейчас будем мучиться нет попал отбит регулировать как всегда все неудобно как наших русских жигуля блин что попасть надо надо помучиться вот как месяц да и муж нежный осьминог ах ты ёлки-палки и не дотянуться жига коробка сильно толстая а где мы на тверхе и мы его часто баню есть все наше взяла мы победили смотрите как то получилось видно нет кому надо вот так посмотреть сейчас будем фиксировать сам вентилятор еще этот скорость регулирования и вот этот термо термо switch как его там делать куда его там ставить вот он специальный болт торчит этот болт идет уже как бы в коню в комплекте он уже установлен в заводских условиях и где-то был у меня вот называется бабочка баба батюшла и над короче гайка бабочка сейчас мы накрутим просто туда к нему душе провода заранее подкинуть это так это у нас тут три буха здесь еще три буха здесь еще было три буха куда он вставляется лучше бы где-то блять все что ли буду буду вроде еще права ладно один знаю точно идет сюда и какой-то из этих идет туда вроде бы вроде бы без разницы всего лишь то это как у свитер так я посмотрим просто по схеме black black speed control variable speed control то есть независимо какой провод он просто идет через этот выключатель термо выключатель вот сюда все термо выключатель подключен бабочка гайка бабочка называется ставим на место он будет нас мерить температуру днище этого котла а давай 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 братишка не робей ну елки ты палки на придем все прижимая его чтобы у него тело ощутила всю теплоту металла блин куда вот это вот вешается я не имею ни малейшего понятия пока бросим на полу его это идет один идет сюда идет сила power от этого провода который я подключил он идет сначала сюда проходит через термо выключатель потом идет дальше через регулятор скорости и возвращается уже через этот к другому проводу и идет сам вентилятор такая цепочка так заключаем контакт здесь все и вот он другой подключаем его сюда то есть на пути питания вентилятора стоит два выключателя грубо сказать так два регулятора ну два заключателя термо выключатель и заключатель который регулирует скорость можете поставить на ноль он просто его вырубит отключит так вентилятор ставится вот у него база резинки здесь стоят то есть даже не прикручивать что ли дырки то есть в этом дырки есть ставится так чтобы дуло вверх вот таким вот образом это вилка для туда куда коробку поставили включать и здесь еще есть отдельный кабель земли но я не вижу ни одного ни одной клеммы с землей я подключу землю к коробке а к мотору и не вижу землю фигня какая то так короче на полу я не вижу никаких болтов для крепления наверное он просто под своим весом там будет стоять у нас вон там заднюю стенку его поставим чтобы он так отгувал на землю что-то надо делать так вставил я вилку вилка вставлена мои щенецы убрались куда землю пихать хер его знает сейчас посмотрим дальше так схема а на схеме они даже не указали куда здесь земли на схеме даже и нету к этому вентилятору ну и все пусть он валяется я его подключать не буду здесь все коробки заземлены уже весь корпус заземлен а вентилятором так идем дальше у меня нет коробки давайте покажу как получилось так смотрим это у нас сам fireplace до горелка и вон там все что мы нагородились вентилятор регулятор скорости термовыключатель и все возможно мы это все не затестируем провод пройдет здесь выходит туда сейчас коробку мне привезут монтажную новую и я поставлю здесь декоративную плитку на силикон обратно приклеить буси пятна силикона да вот они на силикон это обратно вклею сюда не знаю она еще приклеена что было здесь доска была декоративная тогда тоже приклею обратно и все давайте оставайтесь пока на связи подождите чай попейте покурите я дождусь коробку подключу думал что запотел хотя запотел изнутри видно что запотел камин заработал камин заработал камин заработал камин заработал сейчас проверять как работает фентилятор да пошла влага изнутри видимо там просыхает что-то ну надеюсь заработать сейчас подождем так пока начну собирать обратно обратно порядком так так еще вот эту плиту надо почистить нет смотрите за огнем я пошел пока почищу этот камень от силикона который здесь налеплен старыми товарищами ох как тепло тут то короче была проблема с этим камнем когда вытаскивали очень-очень туго было но внутренние углы очень туго было все перекошено я сейчас взял наждачную бумагу и угол сточил здесь и здесь внизу и все все встало на свои места плотненько где-то еще посередке давит но зато все сейчас я туда силикона бахну три пятна и эта штука будет стоять на месте ничего с ней не произойдет плохого все хорошо работает и потом поставлю еще здесь декоративный элемент деревянный мне его найти на то где он еще лежит мужчина что то похоже на Давайте отведем обратно, чисто хочу проверить, силикон схватился за стену, все нормально, подпаем, чем жирнее масло, тем вкуснее, так что, ветрятор, кстати говоря, вплетел, я даже его не слышал, ходил, смотрел, думаю, тепло как стало здесь хорошо, оказывается, ветрятор тепло погнал, я его не слышал, очень тихо работает, можно регулировать, прям жар идет отсюда, прям вниз бьет жар, а здесь, видимо, он будет втягивать, да, он здесь втягивает, сейчас я его прижму камешек получше, чтобы поровняйся дел, здесь щир у меня есть, я ее забью, не спекун прозрачный, его никто не увидит, там просто дырочка такая была, я ее забил, так, декоративный элемент покорябанный, покорябан был не мной, направляем вот такие старые дырки, маленький гвозик торчит, сейчас я здесь молоток еще принесу, подобью, хотя можно ножом попробовать, последняя декоративная крышка, это у нас вот эта, так она ставится, да, вот там покоряем шурупы, и она в нашу руку встает, еще как он бизнес, в истин увидеть, если дыiane, конечно же, нам нужна тема, как идти, Поехали. Аааа. 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 Ааа. 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 Я не знал, что все эти компоненты в них. Нет. Это холодно. Потому что это амплодирует. Это холодно здесь, а это холодно здесь. Фух. Он получится. Сейчас я могу исправить его. Поехали. Игра.